Доброе утро, друзья, мы продолжаем. Доброе утро, друзья, так было пурно, потому что вы с нашими сейчас гостями, которые, представим, уже начали общаться, очень интересные люди. Хотим напомнить, друзья, что в преддверии 30-летия независимости Казахстана в Алматы проходит первый городской конкурс Digital Ustaz Алматы. И в нашей студии сегодня гости из Российской Федерации, основатели образовательного сообщества GeekTeachers Мария Плоткина и Арина Нуряхметова. Доброе утро, девчонки. Я вот сейчас сижу как раз на вашей странице, и мне прям все нравится. Позвольте, вот прежде чем мы начнем нашу беседу, наше утреннее чаепитие, я с огромным удовольствием хочу показать нашим телезрителям, что же у них за страница. Друзья мои, ну это прям интересно. Вы там такие хулиганки. Давайте посмотрим, кстати, видео ваше. Вот оно, я его нашел. Смотрите, что делают девчонки, а. Супер! Пытаюсь делать. А что со звуком? Это рилл, да, по-моему, а рилл не всегда появляется. Точно, вот оно. Не, ну неплохо, неплохо. Двигайтесь, молодцы, да. Да, это мы поддержали флешмоб, который запустил учитель из Нарвегии. Да, всемирный тренд теперь, вот мы решили тоже списаться. Учителей. Супер! Да, да, именно учителей. В востоковедении, то есть мы вернулись обратно к корейскому исполнителю, да? Да, можно так сказать. Это реально сейчас всемирный тренд стал? Да, среди учителей. Они решили повторять. Среди учителей ты делаешь? Среди учителей. А мы вчера с Гульнарой записали тоже. Кстати, где он почему-то не выложил? Да почему не выложил? Там, вот сейчас, я вам тоже покажу, пока пообщайте, я найду сейчас. Слушайте, давайте, рассказывайте про ваше сообщество GeekTeachers. Как пришла идея создать данное комитет? Мы с Ариной учителя, поэтому идея появилась из того, что нам в школе не хватало какой-то движухи, драйва. Я познакомилась с Ариной, она тогда была еще такая очень унылая. Вы в разных школах работали? Мы работали в разных школах, и затем я перешла в школу Арина работать. А какие предметы? Информатика. Обе информатики. Ладно, понятно. В общем, мы поняли, что как-то совсем в школе грустно, все такие серьезные образования, все такие прям вот приходишь на какие-то школьные мероприятия для учителей, там все такие строгие, в пиджачках, и мы поняли, что хотим делать вечеринки, хотим носить какое-то веселье, драйв. В общем, этим занимаемся уже третий год. Делаем GeekTeachers Fest, такие образовательные тусовки. Делаем так, чтобы в образовании было весело, классно и комфортно. В общем, такая вот идея появилась из наших личных каких-то потребностей, проблем. И в связи с этим вас приглашают на наш казахстанский в качестве спикеров, а вас уже узнают все о комфортно. И вас приглашают на вот этот вот конкурс наш городской, Digital Ustaz Алматы, да? Да. Что вы там делаете? Чем вы делитесь? Говорят, что от вас все в восторге. Это потрясающий на самом деле конкурс, потому что аудитория, вот эти 30 учителей, лучших из города Алматы, они очень активные. Мы боялись, думали, может быть, они не будут готовы с нами работать. У нас мастер-классы посвящены блогингу, например, играм, квестам, как делать на уроке квесты, как вести уроки интересные, как сделать себе социальные сети классные, как быть таким прокачанным, Digital Ustaz, потому что конкурс Digital Ustaz. В общем, аудитория с нами уже четвертый день, по-моему, да? И вот мы там с ними играем, веселимся. Они прям... Кто-то сделал свой первый рилс в эти пару дней. В общем, учителя супер. Я не ожидала, что они будут настолько попадены. Говорят, они, что все стали практически... Те, кто даже и не заходил никогда в эти социальные сети. Они не против, они делают все. То есть они такие, мы готовы любые новые тренды пробовать. Я нашел его. Давай, давай. Давайте, посмотрим. Простите, простите. Вот сейчас попросим вывести. Это, смотри, сначала... Ну, это ты вообще вставился. Ну, какого? Смотри, какая красота. Это не учительская. Это не учительская. Это я и кое-как нашел. Тикток, воспользовался моментом, чтобы... Надо в рилс тоже выкладывать, потому что тикток... Вот расскажите теперь вот это вот, потому что я тикток еще более-менее освоил. Там есть три кнопочки, плюсик, это потом посмотрите, и своя страница. Рилс я пока вообще не могу понять. Вот инстаграм и рилс. Муж с женой, два брата, отец и сын, как их надо воспринимать? Это, не знаю, сын, дочь инстаграма, то есть это новое направление, в котором можно выкладывать видео, потому что каждая платформа соревнуется за короткие видосы, поэтому в рилсе обязательно нужно выкладывать то же самое, что и в тикток. А, вот, ну я тоже так и думала, да. Потому что инстаграм очень активно поддерживает, поэтому... А вот теперь момент, объясните мне, почему я в своем рилсе смотрю совершенно неизвестных мне людей? Ну не знаю я, кто такие накладные реснички, а к тубе. Ну почему-то смотрю, как девушка танцует где-то там, не знаю. Ну, потому что вам рилс подсовывает то, что на самом деле, либо вы об этом разговариваете, либо вы где-то все-таки это смотрели. Да-да, я тоже думаю. Поэтому лето просто подстраивается под интересы. Слушайте, давайте... Да, что ты прям орился? Девочки, хватает. А девочки должны нам рассказать, у нас не так много времени. Скажите, а вот обмен опыта с нашими учителями, может быть, вы тоже какие-то идеи от наших подчеркнули, что-то новое для себя? Что коня тоже можно есть. Наверное, мы, наверное, подчеркнули то, что учителя очень активные, видно, как у них горят глаза, и они такие... Я хочу использовать технологии, я хочу, чтобы ученикам было интересно. Это очень сильно заряжает. Вы, наверное, поняли, что любой учитель, даже если он 30 лет в школе ввел все, как черное-белое, то он может меняться, да? Да, конечно. Да, там история такая была, что мы думали, что учителей уровень нулевой, и ко мне подходят и говорят, а знаете какие-нибудь приложения виртуальные, дополненные реальности? Я думаю, ничего себе, классно. То есть они вот используют на уроках виртуальную реальность и готовые какие-то совсем тренды классные используют. То есть очень много приложений, по которым они рассказывают, мы тоже себе взяли на заметку, что, вау, можно так использовать на уроках. А вот вы можете назвать сейчас три идеи, например, вашего... Для урока? Для урока, да. Ну, смотри, одна мне уже нравится. Если у меня учителя ходили в таком виде на уроке информации, я бы точно приходил. Согласна. Потрясающе видно, с вами. Я могу начать. Например, хотите провести быстрый опрос с учениками, не используя листочков, приложение Kahoot. Оно суперудобное, там две кнопки, вы бы разобрались, раз вы сказали, что вам одна кнопка пойдет. Да, да. А можно создать видеоурок при помощи приложения AdPuzzle. Это когда учитель может снять видео и наложить туда либо звуковые эффекты, либо различные опросы. И вставить туда тесты. И последнее, наверное, это игровое приложение, геймификация. Такой есть тренд, когда игры встраиваются в образование. Это тренд, я потом вам могу рассказать. Называется приложение ClassCraft. В общем, там учитель может выкладывать уроки, тесты, общаться с родителями. Такая полноценная, огромная платформа, которая позволяет проводить уроки. Ты понимаешь, да, вот этот период, когда, помнишь, как помнишь? Я помню, когда мама просила меня включить компьютер, подвигать мышкой. Я ей говорю, ну двигай мышку. Она ничего не понимала и ругалась на меня. Я говорю, ну нас на рабочем столе, видишь, папку. Она и тут посмотрела. И вот сейчас примерно, я примерно понимаю. Все, что вы сейчас сказали. Ты как мама тогда. Я понял слово в кнопку, нажмешь и все. Больше я ничего не понимаю. В общем, в Инстаграме все подробно описано. Поэтому, да, мы работаем и с теми, у кого нулевой уровень, и с теми, кто хочет что-то более продвинуто изучать. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, вот просто для себя теперь интересно стало образ казахстанского учителя информатики. Вот вы на них смотрели вот эти дни во время вашего съезда. Сколько лет примерно у нашим учителям? Да, ну, во-первых, это не все учителя информатики, то есть учителя различных абсолютно предметов. То есть там даже информатиков меньше, чем учителя другого человека. Да, это возраст где-то 25-35, вот так вот. Есть информатики, а так, в принципе, и есть учителя с опытом в школе 20 лет. То есть там вот нет обучения. И они все равно в теме все, да? Да, да, да. Они еще как в теме. Даже бывает иногда больше в теме, чем те, кто чуть помладше, казалось бы. Чудесно. И они ребята современные. А вот сейчас у нас же вот это вот онлайн-обучение. Соответственно, вся нагрузка как раз-таки на ваших коллег, по-моему, во всех школах легла, да? Да, да, да. То есть вот этот зум запустить, научить учителей отключать микрофон, что очень важно. Камеру иногда, чтобы сзади муж не ходил. Вот, да, это что же надо. Вот это все очень важно. А скажите, вы из какого города? Мы из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Вы там родились? Вы коренные? Я из Санкт-Петербурга. Я из маленького села приехала в Санкт-Петербург. Вы, наверное, знаете, ребята из Алга-Петербурга, да? Алга-Казахстан. Алга-Петербург, правильно. Алга-Петербург, да. Это два петербуржца. Потрясающие ребята. Они снимают. Они сейчас приехали в Казахстан и снимают здесь просто все подряд. Все, что видят. Про Казахстан. И они рассказывают миру про Казахстан, Россию. они знают больше чем мы посмотрите посмотрите обязательно алга петербург вам очень понравится вы же впервые в алматы рассказывайте тогда ваши впечатления горы видели уже или из-за тумана сегодня ехали из такси смотрим горы и таки почему мы не видели этого раньше нам почему никогда не как туман и только когда начинает тут именно этот морозик видно все ну и после дождя лет на самом деле у нас из окон видно горы друзья спрашивают как вам казахстан но мы поскольку приехали работать и мы с учителями проводим там с 9 утра вот мы видели учителей они у вас замечательные и горы сегодня лошади любите не пробовала кататься поэтому я просто про наше главное любимое блюдо про бешпарва нет нам сказали что она будет обязательно но чуть попозже вот можно теперь для себя просто интересно вот вы работаете в школе 11 классники это вот где влюбляются сердца вы им разбиваете директор школы вызывает вас к себе пальчиком стучит психологи потом проводит с ребятами там уроки или нет нет такого не было потому что такое есть разделение что это ученики и совершенно как бы никогда не возникало проблем ну и плюс у меня в школе всегда был очень строгий вид вот она обманчиво да лишь приехали девчонки отрываться в казахстан самый крутой город казахстана в алматы такие ну а что то именно так и надо слушайте расскажите как хотят у нас современным молодежь современные школьники для меня heses очень маленькие для гуляли так а не вообще все просто эти пуски не супер супер любознательно им интересно все то есть у меня время когда я была школьница у меня не было интересно все они все изучают они все гуглятоוט я не готова сюда по прийти на помощь и как раз во время дистанционное обучение было очень здорово когда ученики помогали учителям справляться там как запустить зум Как запустить опрос там что чтобы учителя включили или выключили камеру. То есть во время дистанционного обучения, мне кажется, наоборот, взаимосвязь учеников и учителей, она очень стала такой близкой. Они стали на одном уровне и разбираться в технологиях, и учителя стали учиться у учеников. Поэтому ученики сейчас, наверное, очень... Но они клевые. Да, клевые, они клевые. Они еще, я бы сказала, ничего не боятся, потому что сейчас очень много учеников, которые запускают какие-то свои проекты, тикток, блог. То есть они становятся как бы предпринимателями даже немножко. И у них нет слова, там, ой, у меня не получится, вот как у нас, у нашего поколения. Они, ой, там, это не нужно, никому не интересно. Они просто делают, и у них получается, вот у нас в России есть такие ребята молодые, типа Даня Милохин, которому 18 лет, он уже суперзвезда. Мульенер. Да, да. А вот раньше было поколение, ну, 20 лет считалось поколение, да? Ну, 25 даже, вот мы люди одного поколения. Потом 10, потом... А сейчас, мне кажется, говорят, что вот 5 лет разница между... И они уже не понимают друг друга, что так технология меняется, все меняется. Это будет дальше, мне кажется, только усиливаться, да? Да, что надо либо вот въезжать в этот, не знаю, поезд технологий, либо потом все. А как вот другие предметы, скажем, литература? Вот сейчас, наверное, это уже не популярно становится. Нет. Если такие вот, нет? Все на самом деле идет к тому, что в каждом предмете будет, они будут смешиваться, предметы не будет такого жесткого разделения, потому что не совсем правильно в школе предметы подавать в отрыве друг от друга. Типа литература может быть с технологиями. Допустим, учитель может рассказывать, как сделать, заинтересовать произведением, сделать страничку в социальной сети какого-то героя из книги. И вот чтобы ученик сделал такую страничку, нужно уже произведение прочитать, изучить классно. Супер, мне нравится это. Слушайте, ну мы не можем не спросить, сегодня мы тему такую животрепищу обсуждаем. Сегодня 25 ноября. Это, знаете, Международный день против насилия в отношении женщин. Вот как вы считаете, может быть, в школе тоже нужно ввести такой предмет, что ли? Или как вообще поднимать эту тему в школу? Эта тема очень сложная. Мне кажется, возможно, было бы решить через какие-то уроки психологии, потому что психологическая поддержка в этом очень сильно помогает. И у нас в школах... В России, да? В России, например, пытаются вводить. Есть кабинеты психолога, но это еще не так популярно. Поэтому я бы сказала, что вот это решается таким образом. Потому что такие примеры могут идти из семьи, да, с насилием. Детям непонятно, как вот эту энергию, злость как-то... Куда ее девать? И вот психолог, какой-то учитель, он бы мог с этим помочь. Я знаю, что сейчас у нас запускаются даже такие онлайн-штуки для школьников, что можно, например, написать анонимно, что вот есть такая проблема, чтобы помогли, не знаю, что делать с эмоциями. Потому что, вот, мне кажется, таким образом возможно. Классно. Вам советую этим тоже заняться и внедрить что-то новое в этом отношении. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Мы очень рады, за вашим успехом радуемся и, не знаю, восхищаемся. А я сижу просто очарован, знаете, очарован, околдован я, да. И вот, и прям действительно, ученики, вы молодцы. Вот если бы у меня были такие учителя, я бы, наверное, тоже был бы... Почаще в школу бы хотел вспоминал с многоговением школьные годы. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.